всем привет привет 21 сентября мы находимся сейчас в новомосковском районе и по обыкновению своему нашли сразу подосик сейчас я вам покажу видно его издалека чуть не упал потому как он яркий праздничный и красивый я понимаю что слово красивый уже надоело ну а как по-другому сказать very beautiful все из-за его цвета а рядом не такой яркий но не менее бьютифульный как вы можете видеть мы взяли с собой зонты хотя утро было солнечным они прям такие красноватые терракотовый терракотовый да ой смотри туда же детеныш это символично а я говорил что нужно сразу зайти сюда хотя мы здесь слышим голоса людские вон там там за деревьями не видно но там прямо такие темные тучи аж черные катюшу я оставил на прежнем месте она там сейчас обследует этот участок а я обошел и смотрите что нашел с другой стороны получается растут подберезовики подберезовики очень ароматные грибы порой даже мне они ароматнее чем белые бывают особенно сушеном виде они менее яркие но не менее ценные ой катюша иди сюда тебе будет удобней снять вот этот белый подходи сюда ты должна его увидеть ближе ко мне да вот здесь вот были вот подберезовики слегка червивые ножки а рядом я вижу беляша кто-то я но березовый белый крепыш помните мы когда-то были в этом лесу и я говорил что мне вот эти вот поваленные сосны напоминают скелеты животных мезозойской эры большая мощь чувствуется в этом стволе а какая мощь была в том урагане который его сломил сейчас мы вышли на поле где трава по колено точно и маленькие дубочки лес как вы видите там там скопление большое грибников мы уходим через поле увидели молодой осеничек есть у меня такое чувство что нас там ждут грибочки катю погнал 1 вдруг змея я шучу где вот это паучора а ты его так с другой стороны но он катю испугался больше чем катя его вот и говорю иди первое теперь мне пришлось пожалеть что я катю отправил первую сейчас увидите почему она какая-то красно-коричневая кирпичная как цвет пол в садике такой тугой а выйдя из гостиничка сразу бросились глаза вот тут по бровке растут такие огромные танки маслята сейчас я посмотрю что с ним хороший наверное этот хороший не этот старенький дедушка масленок зато тут целый букетик из трех а я только шла и спрашивала Дима тут есть масло или нет да я тебе сказал что есть они сразу появились а еще тут есть зонтик ну не этот а вот этот возьмем-ка так хочется жареного зонтика вот я еще нашла тут молодые много ой что-то я тут что это сегодня мы соберем грибное ассорти я не знаю грибника который бы не любил маслят маслята любят все и знают все некоторые даже из вас мне писали что готовят их вместе с кожицей но недавно я вычитал интересный факт о том что эта кожица может слабить а может быть поэтому вы употребляете их с кожицей друзья смешанный лес видим на фоне сосновника и березки вдалеке ходить по такому лесу не скучно потому как он радует разнообразием грибов а то так честно говоря если идти просто за маслятами или за опятами я не люблю мы же с вами любим удивляться а удивлять нас могут такие грибы как белые подосиновики подберезовики маслята опята однотипные грибочки в большинстве своем болотца можно обходить по разному можно конечно идти в этом слою где есть деревья нередко здесь любят вылазить подозиновики под березовики и белые грибочки но если вы видите что здесь совершенно пусто значит это значит здесь уже прошлись попробуйте зайти ближе к камышам и взглянуть туда и на деревья с другой стороны вот как я например стоило мне подойти ближе к камышам и закраснели головы подосиновиков один и другой подосиновики не молодые но уже находки появились довольно неплохой подоз а этот а этот старый пускай здесь остается не хочет назад возьмем лишь этот сделал два шага мы с вами видим в камышах еще подосиновик Катя кричит с той стороны болота что ей ничего не попадается я ей советую идти вдоль камыша хотим с вами удивиться пожалуйста такой огромный тут подосиновик произрастает подосиновик вот такой такой я возьму он крепок и красив и оставить его здесь нет сил ходила я ходила и же начала унывать мне попался такой красивенный экземпляр стала на душе тепло и радостно сразу обалденный цвет камера конечно не передает его насыщенности но в живую он намного ярче и красивее а вон смотрите кто еще тут притаился я вот тут этого нашла а вон там вон эти малюки стоят сейчас надо тут хорошо посмотреть все мухоморы в последнее время то и дело мне попадаются ролики разных известных людей микологов о микродозинге мухомора и о его терапевтическом эффекте вишневский утверждает что в микродозах до одного грамма или до двух грамм в сутки при употреблении сушеного гриба пропадают разнообразные хронические заболевания депрессии психологические состояния негативные уходят и даже наблюдается эффект отказа от алкоголя и табакокурения осуществляем паломничество по вот таким вот осинничком сейчас идем в очередной туда а ты катюша знаешь как называется этот растение букеты украшают я не знаю нарядная до осенник резко сменился дубовой рощей где мы видим растет печеночный гриб никогда его не пробовал но люди говорят очень вкусен теперь есть возможность попробовать он такой мягенький так значит друзья я миколог еще тут слушайте печеночница обыкновенная печеночный гриб это съедобный гриб который своим внешним видом вызывает ассоциации с сырой печенью животного отсюда возникло его название просторечи его еще именовали как тещин язык либо бычий язык впервые печеночницу описал в своих работах элиас магнус фриз известный ботаник и миколог из швеции живший 1794 1878 годах печеночница богата витамином c всего лишь около 100 грамм печеночницы обыкновенно обеспечивают здорового взрослого человека необходимой дневной нормой аскорбиновой кислоты и действительно берешь руки очень такой тяжелый мягенький ну короче как сырая печень местность очень напоминает то болото которые называют своим вот этими вот стелящимися по земле ветвями лещины а не только лишь этим еще наличием подосильников в этих ветвях труднодоступных вот это вообще не знаю как достать а и здесь двое или за двое ого какая нога длинная уходит глубоко вот и здесь посмотрите какие болеруны а если бы их срезать получилось бы больше чем в половину меньше нарву грибов и подарю букет той катеньке которую люблю говорю катюшка постой там ты устала а я пойду в траве посмотрю я их знаю они тут могут быть но оглядываясь где там катенька катя даже на мой крик пришло увидела не а ну иди ну иди я те дарую это наслаждение катя иди попробую эту ногу и таких ног еще не пробовала в диаметре а вот это что за бугородчик не знаю это только какой-то бугородчик да нет это рядом это муравьиный бугород разорять его не буду ну как тебе беляшик хороший чуть-чуть настроение поднялось да но погода меняется то солнце то опять типа такой дождик накрапывает как в англии и мы как англичане ходим зонтами катя наверно забыла что у него голова болит потому что только что кричала так что барабанные перепонки чуть не полопались что там случилось такой же чуть поменьше я имею ввиду такой же тугой ты еще скажи что вот этот такой же замечательный березовые они твердые такие вот ворлики какие-то более длинноногие имя мягонькие ну не все конечно но в большинстве своем это мы напали на полянку березовых белых с катюшенькой смотри этот прям ой блин элитный как они падай они все элитные мне кажется красавчик ну я тогда корзинку тут оставлю и по улиточке пойду давай осмотр по улиточке приносит свои результаты рядом малыш и чуть не прошел уже пошел было дальше но во время оглянулся катюшка смотри здесь некое подобие туалета древних людей и это дает свои плоды катя нашла беляша и там беляшик спасибо окей назовем это катя на место только что прошел небольшой дождик мы его переждали в машине но катя уже не хочет выходить говорит не хочу промокнуть ходить собирать воду с листьев и только мы зашли на очередное болотце как я увидел словно стыдно сказать что торчат подосы я увидел 2 издалека может быть их тут больше посмотрите вот этот подос вот больше любого белого которого я сегодня находил нога его толще высокий статный подосиновик какой классный чуть чуть поменьше дальше торчит его сородич он то поменьше но не настолько чтобы назвать его маленьким он тоже большой а еще немного дальше окропленный дождем ой блин находится третий брат очень твердый все молодые тут же ведь недавно на выходных толпа людей прошла у четвертый братец показался младшенький а вот и пятый не заставил себя долго искать совсем младшенький вот это местечок я вам скажу шестой друзья шестой растет рядом с седьмым ай да местечок я приголомшенный послушайте друзья не хочется мне тут наводить кипиш кричать я только что позвонил кати она уже выдвинулась ко мне здесь стоит и 9 и 10 вот я их слегка почистил идем остальные заберем я буду весь мокрый но я буду счастливый и 11 друзья а этот белоножковый вообще он уходит далеко своими я вон она мне уже кричит значит уходит он своей ножкой очень глубоко вот я извлек его а вот и 12 так сейчас сейчас эти положу идем за двенадцатым котел идем за двенадцатым не хочу останавливаться есть 12 катя ты идешь ко мне в помощь а вот лезть через эти дебри как я это делал представь это все на одном месте представляешь я такие роды и такие роды дорогие друзья я думал что я думал что 13 находится вон там я увидел я уже его потерял но если только банчиком пролезу то его найду обязательно а это тогда получается 14 прям перед носом я полез аккуратно я тебя прошу не смеши меня кажется что пришло а на самом деле так а чё ты не наставаешь блин аккуратно тут как-то все изменилось есть да тут как-то все изменилось лезу назад так это сколько 15 до 16 как я мог его не увидеть аккуратней е-мое вот они пошли вот они давай как я мог его не увидеть а ты видишь и он же не худой толстячок так ну пока 16 рекорд да ты увидел а я увидела чистой дом вот он худощавенький катя где-то отстала наслаждаются находками которые я бы пропускал и злорадствует а тем временем я вырвался вперед и это дает мне возможность собирать самые красивые экземпляры но есть повод для переживаний так как опять надвигается дождь и вот снова мы видим с вами как ветви лещины стелятся вдоль болотистого берега а среди них вот такие рубины ну на рубин больше похож вот этот экземплярчик он более классный вот в чем хитрость пока один чистит найденные грибы другой вырывается вперед ну конечно увидела но теперь моя очередь злорадствовать пропущенным грибам да еще и какие катенька это тени пальчика не пальчика пропустить о посмотри смотрим еще что же здесь по на пропускала катюша еще два а даже три пусть маленькие но количество их три вот два и вот третий и того катюшенька она пропускала 4 так это я еще и не показывал короля утерянного а ну-ка подойди зайчик сюда иди сюда пропущенного вернее я ошибся мне уже до речи уже до речи пропадать смотрите а вот я сейчас кое-что такое покажу так сейчас я думаю вы уже увидели туда рука не пролазит что делать а то не я так просто не сдаюсь ого не хочется повредить его там такой экземплярище страшно повредить блин как же шиво извлечь а расшатывая или как кать не уходи в блин 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 двумя руками хотя она ушла чтобы не расстраиваться а ты уже далеко кать нет возможности похвастать перед ней ну пусть видео посмотрят ну мы уже примирились и собираем вместе идем тут есть где идти рука об руку вот нашелся такой вообще необычный подосик в расщелине пня не похоже это маховик катя да это маховик я их не особо люблю это те что синеют при варке идем лучше я покажу нечто покрасивше и по ценнее мы же ведь прикольно очень прикольный но я покажу сейчас прикольнее во первых я тут увидел уже тебя пожалуйста а сейчас где же в травушке я как-то не привык в траве искать я все время смотрю в сторону в сторону леса а тут смотрю что-то краснеет в траве смотри катя вот это вот действительно шикарные грибочки ну вот наконец-то кажется подосиновики сменяются беляшами точно беляшик вот такой экземпляр друзья я не могу вам не показать ты увидела как ну иди сюда ну потому что здесь регулярно ходят грибнички как можно так ходить и не увидеть два сразу под ногами а бочонка один и второй посмотри прекрасно да больше такие беляши характерны тем что цвет шляпки у них ну цвет латте такие же как вот это листва опавшая и пока он не подымется над нею и не засветит своей белой ножкой его практически невозможно увидеть обещал не снимать малышей совсем уж ну таких малышей мы не можем не снимать это же беляш беляшик беляшик ой катя вот я присел увидел шляпу которая также почти не отличается от листвы лишь едва выделяется на горизонте такой милый гриб как необычно вырос этот грибок если присмотреться тут вообще какое-то необычное поваленное дерево уже катюша подгоняет действительно осталось 15 минут до того чтобы выехать и поехать еще час ну вот посмотрите какую каракулю подосиновичную удалось мне найти а вот такие вот причудливые формы пупинки подберезовика я их даже собирал когда-то ну вот смотри а ты кто-нибудь видела это просто как как знаешь что как символ нашей любви дорогие наши зрители результатом нашей командной с катей работой стала вот такая полная сейчас оторвется ручка волшебная корзинка моя очень приятные ароматы она источает спасибо вам всем за просмотр что погуляли с нами сегодня надеемся на обратную связь виде лайка подписки и комментарии и до новых скорейших встреч всем пока пока